Пробег километра победы за мир без нацизма стартовал в Волгинском районе, а завершился в городе Гусенозерск. В нем принял участие Максим Иренов. Мужчина после ампутации ног не сдался и научился заново ездить на велосипеде. Это возможность проверить свои силы, показать свои способности. Ну и я решил тоже, хочу показать всем людям, что инвалидность, протезы в коляске, это не приговор. Можно жить полноценной жизнью. И так же ездить тоже на ногах. По словам Максима, на такие мероприятия собираются как любители, так и профессионалы. Именно от них можно набраться опыта езды, а так же зарядиться позитивом. Я любитель, ну просто с детства катаюсь на велосипеде и постепенно повышаю, повышаю свой уровень. Все нравится, из года в год участвую, прям дух захватывает. А что больше всего нравится в этом велопробеге? Во-первых, коллективизм, поддержка друг друга, настроение просто на высоте. А для безопасного движения велосипедистов по федеральной дороге привлекли сотрудников ДПС и МЧС, чтобы в случае экстренных ситуаций оказать первую помощь. Более 60 километров наши велосипедисты проходят со всеми остановками, с соблюдением всех ограничительных мер в части пропуска автотранспорта для того, чтобы создавать минимальные помехи. Отметим, что велопробег «Километры Победы» за мир без нацизма проходит в седьмой раз. Татьяна Усольцева, Батогармы, Новости дня, Иволгинский район.